Три, два, один, пуск! Вот так юные школьники запускают ракету класса С-7 в небо, представляя себя настоящими космонавтами. Чтобы изготовить такую модель, у мальчишек уходит от трех до семи дней, конструкцию продумывает до мельчайших деталей. Работает все это за счет электрозапавок, которая вставляется вовнутрь, подключается все к аккумулятору, кнопочку нажимаем и полетело. Ежегодно в Мемориальном музее имени Германа Титова школьники демонстрируют свои умения, вспоминают подвиги и свершения советского космонавта. Вы только представьте, наш земляк Герман Титов в свои 25 совершил второй в мире космический полет и стал первым человеком, который провел на орбите более 25 часов. Сегодня ровно 63 года, как состоялся этот полет в космос. На Алтай приехали близкие родственники космонавта, чтобы поделиться воспоминаниями. Все воспоминания, конечно, очень теплые, потому что папа был очень редко дома. Он был человек все-таки мирового масштаба. И когда мы ездили в отпуск, если узнавали, что приехал Герман Степанович, все, мы его точно уже не видели. Поэтому мы старались съездить иногда даже, как раньше, дикарями с палатками, чтобы... Имя Германа Титова вписано в историю мировой космонавтики. Внучка пилота космического корабля Мария Титова уверена, в музее имени ее деда царит особая атмосфера космоса. Это как раз то место, где подрастающее поколение сможет не только прикоснуться к истории, но и, возможно, выбрать профессию. Мало таких проектов, которые реально дают узконаправленным профессиям развиваться. А тем более космонавтика – это сложная, это интересная в первую очередь профессия. И прекрасно, что будущие маленькие посетители музея смогут для себя решить, хотят ли они туда пойти. И если захотят, то сразу же найдут возможности. На сегодняшний день в музее собрано более 13 тысяч экспонатов. Семейные фотографии, письма супруге Тамаре, награды, макеты ракет, настоящий скафандр, сухпоек космонавта и не только. Каждый год с разных уголков не только региона, но и страны привозят и передают новые экспозиции. Поступила в фонд вот такая фотография, выполненная в 78-й школе города Барнаула. Она сделана в 74-м году, когда Герман Степанович был у нас на Алтае. Переданы уникальные значки, которые посвящены полету Германа Степановича. Шесть вот таких вот значков теперь будут в фонде нашего музея. Праздничная программа, в честь 63-й годовщины космического полета, собрала на одной площадке не только родственников космонавта и гостей музея. Творческие коллективы тоже приобщились. Космическая неделя в селе Полковниково продлится до конца недели. В ночь с субботы на воскресенье на берегу озера здесь проведут астрокемпинг. Вход свободный. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.